Он был построен на зре развития радиоастрономии. Этот гигантский радиотелескоп находится в 30 километрах от Канберы, столицы Австралии, и он по-прежнему выглядит внушительно. А 50 лет назад он был ультрасовременной технологией. Его построил университет Сиднея при поддержке правительства США. Астрофизик Энн Грин говорит, что телескоп оказал огромное влияние на развитие астрономии. С его помощью создали первую карту карликовых галактик, известных как Магеллановые облака. Этот телескоп также использовали при обнаружении пульсаров. «Для сравнения мы могли зафиксировать сигнал мобильного телефона на Луне». Структура работает по принципу спутниковой тарелки. Параболическая сеть направляет радиоволны, после чего их изучают. Теперь же университет Сиднея вместе с технологическим университетом Суинберна решили телескоп модернизировать. Их цель – увеличить его возможности, чтобы он мог производить 250 триллионов операций в секунду. «Этой системе более 50 лет, но она всё ещё работает». Модернизация поможет учёным в исследовании так называемых быстрых радиоимпульсов. Эти импульсы остаются загадкой современной астрономии. Их длительность всего несколько миллисекунд, и их было зафиксировано всего 16. «Мы можем их описать, то, как они выглядят на нашем телескопе, но мы не знаем, насколько они далеко, не знаем их источник». По одной из теорий, их может вызывать формирующаяся чёрная дыра в миллиардах световых лет от Земли. Но пока это только предположения.